Спонсор рубрики «Что есть?» сеть магазинов «Семья». Лигурия – одна из наикрасивейших областей Италии. Горы и море. А посему земледелие здесь своеобразное, террасное. А кухня... Сейчас и далее цитирую замечательную книгу Елены Костюковича «Еда. Итальянское счастье». Во-первых, кухня мореплавателей, во-вторых, кухня возврата. Того давно мечтавшегося дня, когда моряк швартуется к родному причалу и в раскачку сходит на берег. Здравствуйте, дорогие друзья! Успевшим подумать, что сегодня мы будем готовить рыбу, сразу говорю, нет. Будет мясо, но под исконным лигурийским специалитетом. Хотя и с вариациями. Цитируем далее. Кстати, Елена Костюкович, переводчик Умберто Эко на русский язык. Кухня Лигурии почти не включает горячих блюд. На кораблях горячая пища подавалась единожды в сутки перед полуднем. Ну и там не обходилось без знаменитой генуэзской, тут же вспоминаем самого, пожалуй, знаменитого генуэзца, Колумба. Да, без знаменитой генуэзской зеленой толкушки, известной в мире, как песто. Без пестума. Стоит заметить, что этот, как сейчас принято говорить, соус изначально не что иное, как заготовка на зиму. Готовили впрок, укладывали специальные емкости. А почему песто или пестум? Потому что все ингредиенты перетирались в ступке деревянным пестом. Буквально вариация на тему «Я почти итальянец». То, что в Италии пест, то и у нас тоже. Ну а что, собственно, перетиралось? Это то, что выросло само собой или ввозилось с берега напротив. Базилик роскошная, нежная, быстро вянущая зелень, забилующая на Лигурийском берегу. Орехи пении родственники нашим кедровым. Овечий сыр из сардинии и чеснок – витаминный запас. Ах да, все скрепляющее, составляющее. Оливковое масло Лигурийское ривьера – дорого, богато, вкусно, полезно. Но есть варианты составления пестума и, так сказать, на местном материале. Что случилось, то и пригодилось и замечательно получилось. И это ближе уже к нашему нынешнему творению. Молодые весенние всходы, еще не такой жгучей крапивы, еще не такого кислого щавеля, способны составить гастрономическое удовольствие даже самым искушенным. А уж с базиликом и мясом тем более. Принимайте рецепты, а если повторите, уверена, не пожалеете. Говядина, запеченная под соусом песта. Мясо нарезать, приготовить соус, для чего? Измельчить всю подготовленную зелень – базилик, крапиву, щавель, петрушку и так далее. Соединить ее с кедровыми орехами, тертым пармезаном, оливковым маслом, чесноком, соль, перец по вкусу. Разбить в блендере. Выдержать мясо в соусе минимум час. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов минут на 40. Подавать с маринованными в собственном соку помидорами. Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Приятного аппетита и приятных вариаций, не обязательно на итальянский манер. Благо, есть над чем колдовать. Качественные продукты прежде всего. Мясо, рыба, яйцо, ягоды, грибы – молочные продукты. Всегда свежие, экологически чистые от фермеров Пермского края. Это продукты под брендом «Настоящие», представленные в сети магазинов «Семья». Настоящие для полноценного здорового питания.